Лишь на 4 дня в году графа Жедакула превращается в Покупакулу. Черная пятница! Черная пятница! Назад! 500 лет ждал такую распронажу. Поговорил, что тебе 200. Черная пятница на озон. Разбуди в себе Покупакулу. Только с 25 по 28 ноября. Ребята, всем привет! Новый влог я начинаю аж с самого центра. Мы приехали с моей мамой, с Сашей, с моим братом. Приехали на Красную площадь, чтобы погулять. Просто отдохнуть глазами, душой, сделать классные фоточки. Припарковались на парковке Гума на улице. Так что сейчас пойдем гулять, смотреть, что там. Конечно, сейчас, наверное, там еще нет всякой ярмарки под Новый год. Хотя, может быть, и есть, посмотрим. Если есть, то можно посмотреть какие-нибудь классные носочки или варежки там прикольненькие, вязаные. Так что пойдем гулять, смотреть. Давно я здесь, конечно, не была. Ты уже сто лет не была в центре, да, мам? Да. Когда мама сказала, ой, ну поехали завтра погуляем в центре, я так обрадовалась. Даже ради этого встала сегодня рано, потому что мама уже так давно в центре. Я нигде не была, не гуляла. И она всегда на даче уезжает на выходные, да. Поэтому, наконец-таки, мы будем гулять в центре. Нет, у нас сегодня запланированная такая прогулочка по центру. Мы вчера как раз были у бабушки на дне рождения в гостях. И решали, куда же мы сегодня отправимся. В Третьяковскую галерею, либо на Красную площадь гулять. Но мы подумали, что из-за того, что выходные, в Третьяковке будет очень много людей. Нет, у меня просто еще погода очень хорошая. Да, погода прям вообще супер. Хочется на улице побыть, воздухом дышать. Да. Сегодня обещали аж 12 градусов тепла. И ветра сейчас вообще нет. Ну, чуть-чуть, может, иногда дует. А так погода очень комфортная, поэтому погулять самое то. Кстати, я ни разу не была, по-моему, внутри собора. Ты была, мам? Мы были с тобой. Я была? Я была маленькая. Ааа, а то ветер поднялся. Ну, пошлите. Ну, не были мы везде. Мы не ходили к Ленину. Слушай, если ты очень сильно хочешь, мы очень не успокоимся. Я когда была маленькая, я тоже один раз в воде. Водили, ты видела? Видела у меня, я была маленькая, не знаю, как это было. У меня же, где-то 8 было. Я не очень, что-то не знаю. Увидим весь исторический центр в Ракео, в горы и едем дальше. Нет, здесь очень здорово. Смотри, видишь? Да, сейчас сделаем фотки. Видишь, каждая вот эта вот... Копола? Да. Ага. Эта пушечка имеет свое название. Очень, конечно, это выглядит красиво. Мне так нравится. Прям безумная красота. Каждый, кто сюда подходит, обязательно обсуждает то, что они стоят, не шевелятся, носик вычесать не могут. Мне так жалко, они только плоско не могут уничтожить. Ну, если я не моргну. Ну, моргать могут. Саша говорит, если я не моргну. Эх, когда здесь хорошая погода, фонтаны работают очень красиво. Саша Сталина помахал. Ну-ка. Как здорово. Здесь тоже так красиво, когда работает все. Так, сейчас мы зайдем внутрь, вот сюда, чтобы погреться и просто погулять. Зашли внутрь, просто погреться немножко, погулять. Не могу сказать, что прям сильно заморозились. На улице просто немножко дождик моросит маленький такой неприятный. И иногда ветер сильно поднимается, а иногда прям хорошая погода. Поэтому в любом случае зашли немножко погреться. Тем более на улице мы все посмотрели, что хотели. Прогулялись, попоткались везде, где хотели. Мы устраивали мини-шопинг. Мама не может определиться, какой. Такую курточку такого цвета или вот бежевая, как сидит. Но бежевая, она на размер больше. Нету поменьше размера. Но они сами по себе фасоном оверсайз идут, поэтому нету сильного такого. Но тот поинтересней. Этот, конечно, я больше люблю, потому что он такой более нейтральный, подо все. Кстати, мне кажется, он меня поярче делает. Да, мне тоже так кажется. Хотя вот этот цвет вообще мой. Хороший цвет. Я люблю такие пастырные. Ну вот этот с джинсами прям супер будет. С бежевым костюмом каким-то. Я сейчас еще раз одела. Я вообще люблю все оттенки слива. Ну, светлые глаза всегда идут. Мне тоже же идут синие цвета. Такие нежные тонары. Саша, конечно, очень веселый без телефона. Улыбнись, сынок. Он улыбнулся чуть-чуть. А в глазах боль. Такой взрослый стал. Ну да. Не знаю, мне кажется, прикольная курточка. С другой стороны, что, всегда во всем темном каком-то ходить, да? У меня и нет темных причин, но у меня всего такой снег. Ну ладно, в общем, когда определимся, я вам расскажу, что выбрали. Мы остановились посмотреть всякие штучки классные. Смотрите, как здорово. Почувствуем себя иностранцем. Ну? Вот это очень красиво. Все хочется купить. Да. Сейчас начался прям посильнее и дождь. Мы сейчас идем уже в машине. Забронировали столик у Мама Тута. Так красиво. Да. Да. Бренды. Посмотри, пустой магазин Фенди. Ух ты. Что там ничего нет так пусто? Юрт купили, наверное. Странно так. Полки пустые, гляньте. А я так и не поняла. Я видела, что кто-то у нас ходит в ЦУМ. Я видела, что некоторые блогеры, там, звезды ходят в ЦУМ, покупают себе там какие-то брендовые вещи. Я давно не была в ЦУМе, и я так и не поняла. Мне казалось, что все бренды ушли и не продают ничего. Но как будто бы все-таки продают. Не понимаю, зачем люди едут в ЦУМ. и покупают там какие-то бренды. Значит, что-то можно купить. Теперь мы идем к машине. Масса положительных бусин, да еще и обновки. Да, мы еще поменяли стекла на телефонах мамы Саши. Ладно, стекла, даже чехлы поменяли. Чехлы поменяли, так что у них теперь все такое новенькое, свеженькое. Мне их скоро убрали. Мамин телефон, когда меняли стекло, сказали, что... А вы на даче время проводите? Да, потому что он у него там весь в земле, там уже клубника взошла. Да. Все-таки мама решила выбрать ту курточку, которую в голубенький отдает. Ну, она такая серо-голубая. Ну, да, пастельная. Прикольный цвет. А мы уже пришли, кстати, вот в машину. Ура! Так, мы приехали в Мамы Тут, в ресторан. Такие вот у нас блюда вкусные. Заказали мегрельские хачипури. А у меня джарские давно, конечно, здесь не была, не ела. Сейчас еще будут хинкали, салатик, лимонад тархун, чай с чабрецом у меня. Сейчас будем кушать. Короче, выходим мы на улицу, на Славиной машине написано одно слово. Я говорю, ха-ха-ха, смеюсь над ним, потом иду. И на моей написали. Трэш. На улице снег. Мы сейчас поедем в новую квартиру. Не знаю, конечно, видимо, там что-то нет, что уже достаточно не светло на улице. Ну, уже четыре, уже темнеет. Сейчас сфоткаем паркингс. И потом выставим в аренду сдавать. Что-то мы все равно тут пока ничего не это самое. Хотя, не знаю, вроде мы планировали в новом году начать ремонт делать, посмотрим. Так, ну что ж, мы приехали в квартиру. Конечно же, тут уже темно, поэтому мы ходим с фонариком. Открыли окна. А чтобы открыть окна, это мы из дома притащили ручки. Потому что они здесь съемные, чтобы никто не стырил. Вот, и мы сейчас тут хотим проветрить. И заодно чуть-чуть походить, подумать. Но вообще нам надо счетчики сфоткать, вот эти все показания передать. Которые должны быть нулевыми. Да? Почему он такой перекрученный? Все такой пыльный здесь, конечно, кошмар. Я вот все хожу, брожу. На самом деле, на самом деле так странно. Квартира-то вообще не маленькая. Но когда ты здесь ходишь без ремонта, вот с бетоном, кажется, что все такое маленькое. Такой маленький коридорчик. Такие маленькие кухоньки и так далее. Я вообще ничего не представляю. Здесь у нас кухня должна быть. Единственное, по спальне вообще я не понимаю. Мне-то, конечно, хочется, чтобы был гардероб и так далее, и так далее. Но как-то все, если честно, странно. И не знаю пока. То есть тут у нас должен висеть телевизор. На этой стене где-то тут у нас, наверное, кровать закончится. Вот посюда где-то у нас, наверное, должен быть этот, типа, гардероб. Может, даже побольше. Посередине окна как раз. Я не знаю, все так странно, так сложно представлять, визуализировать. Тут вот ванная у нас с туалетом раковиной. Тоже так странно выглядит все таким маленьким. Ну, как сюда поместится та ванная, которую мы хотим. Ничего не понимаю. Не, ну, наверное, как-то все поместится-то уж. Просто я не понимаю, почему все таким маленьким кажется. Полнейший кринш, но зато потолки здесь сейчас кажутся высокими, но это только из-за того, что пока не пола нет, ничего нет. Пыльно тут, конечно, кошмар. Выйдем на балкончик скользкий. Ох, страшно. Почему это? Страшно так. Ха-ха-ха-ха. Когда ты берешь луковицу, сейчас луковицу возьмем, порежем луковицу, обжарим ее на сковородке. Потом обжарим мясо, которое порежем. С луком уже, да? Можно с луком, можно без. А ты всегда с луком делаешь? Конечно. Я вообще люблю мясо с луком всегда. Вот. Короче, вот такие вот кусочки. Ну, понятно. Хорошее мясо, вырезка. Да, вырезка. Кстати, я часто беру не вырезку. Ее просто нужно побольше потушить. Получается все равно вкусно. Просто вырезка, она быстрее готовится. Но она и дороже сильно, поэтому... А что есть из такого альтернативы? Какой кусочек мяса хорошо собрать? Ну, слушай, любое. Вот беру, которое такое без волокон особенно такое. Ну, хорошее. Бывает там филейный край какой-нибудь. Или просто мякоть говяжья. Вот в магазине написано. Я беру. Ну да, оно пожестче. Ее как бы можно потушить. Ну, подольше, потушить. Ну, я так, знаешь, делаю, если мясо не очень само по себе как бы такое мягкое. Где-то в сковородке, уже когда лук обжарила, бросила туда мясо, добавляю чуть-чуть туда водички, закрываю крышкой и тушу минут 20. Ну, периодически помешивая. Потом, когда я вижу, что уже мясо мягкое, и у меня уже готов этот соус, ну, сам этот бездруглый, то просто спокойненько в этот соус все это дело перекладываю. И уже соусом тушу минут, ну, как закипело, еще минут 10 и выключаю. Все, и все то же самое получается. Не, ну, с таким-то мясом вообще шикарно сейчас все будет. Тут получается у нас килограмм 130 где-то грамм. И вот все его, два кусочка лука мы взяли. Долго делать без строголов? Ну, с таким хорошим мясом нет. Все, можешь сковородку включать и масло мне. Ну, на сколько ставим? Можешь на максимум. Угу. Масло ты прям немного сделала. Ну, да. Лопаточку мыли взять. Да. Быстрая плита. Да, она тут вообще мощная у меня. Хорошая плита. Угу. Какой аромат. Люблю лук такой вот тушеный аромат. Прям такой жареный. Угу. Ну, вот, собственно, там будет обжариваться. Угу. А мы пока сделаем... Соус. Соус, да. Примерно две ложки вот такие с горкой муки. Угу. Кто-то делает со сливочным маслом на сковородке. Как он, забыл, за шанель, как это называется. Я не заморачиваюсь и делаю вот так. Угу. Подсолнечное масло. Угу. Вот, вот это все вот так перемешиваем. Ну, получается очень вкусно. Да. Мешаем, короче, до однородного. Угу. Вот, сейчас я лук помешаю еще. Угу. От масла от этого хуже не будет. Главное, нам вот это все размешать. Угу. Вот в такой вот творожок. Клево. Размешать как следует. Вот. Все. Теперь можем сюда заливать простой водой. Тепленькой там или холодненькой. Неважно. Вообще. Любой абсолютно. Примерно. Ну, вот так вот сейчас зальем до четверочек. Угу. Наверное. Даже поменьше чуть-чуть налила. Вот так вот берем, размешиваем. Потом можно, если что, долить. Угу. Прям вот так вот размешиваем. Оно сейчас все растворится. Вода холодная. То есть можно чуть теплой, можно холодной. Но не кипятком, соответственно. Кипятком. Ну, обычную какую-нибудь, да, водичку. Ну, я иногда даже из вот, из родничка вот такого наливаю. Угу. Угу. То есть наша задача, чтобы вот это просто вот так вот все растворилось. Угу. Угу. Доставай сметану. Я удивилась, когда сказала, что нужна горчица. Я ее никогда не ощущала. Без троганов обязательно должна быть горчица. Так. В общем, сначала я положу пару ложечек сметаны. С горкой, да? Ох. Это прям нормально. Это можно сказать, 3 без горки ложки. Или 2 с большими горками. Ну, во-первых, у нас порция большая. Ну, да. Килограмм. Где-то килограмм с чем-то, да, у тебя есть? Да, килограмм-100 с чем-то. Ну, вот. Ну, можно взять, кстати, венчик. Можно вилочку. Так будет удобно. Да, тебе? Да, тебе все размешать. Немножку убавим. Угу. Вила, беги! Угу. Добавили мы сметану. Так, добавляем вот такую ложечку с горкой томатной пасты. Пока больше не добавляем. Посмотрим, может быть, потом. Просто томат, он очень сильно меняет вкус. Я предпочитаю положить лучше его поменьше, и если что, вдруг потом добавить, чем перебухать. Потому что как-то я один раз перебухала томатой, и, честно, мне не очень понравилось. Очень помидорный. Ну, помидорный, да. Мне не понравилось. Поэтому вот положили такую ложку, пока этого хватит. Угу. Сейчас посмотрим дальше, что будет. Вот. Ну и, соответственно, нам еще... Сколько же мы положим горчицы, интересно? Ой, горчицы нам совсем надо немножечко. Просто для... Вот. Вот прям буквально вот так. Аааа. Угу. Если еще горчица не особо, ну, ядреная, то ее прям вообще там не подсыпают даже. Но она определенный, ой, определенный вкус она делает. Сейчас вот это поставишься на огонек, да, и уже сюда лучок засыплю. И потом туда мы мясо закидаем? А мясо мы сначала потушим в сковородке, но поскольку у тебя хорошая часть вырезка, ее долго тушить не надо. Поэтому мы ее даже быстренько обжарим. Ну, сейчас увидим, как это все будет. Так интересно. Вдруг это кажется очень легко делать. Ну, это на самом деле очень легко делать. Ого, тыди, я столько лет этого не делаю. Зато сколько лет я тебя просила, и ты радовалась, что я тебя прошу такое приготовить, да? Ну, сейчас сама научишься, и уже меня не будешь просить. Хотя мы с тобой как-то делали даже для видео. Да, я помню. Вот так, кстати, там, по-моему, томаты перебухли. Я перебухла. Вот. Так что с томатом, да. Можно даже было меньше положить, чем я положила. Ну, посмотрим. У нас все-таки мяса тоже много, просто ничего. Теперь мы вот так берем. И весь лук отправляем сюда. Может, кто-то делает по-другому? Кто-то, может быть, с мясом... Да, конечно, у всех свои рецепты. Я с мясом лук тушу, когда у меня мясо не такое шикарное, как это, немножко жесткое, и я уже с луком перетушиваю подольше. А сейчас, поскольку мясо хорошее, нам, в принципе, не нужно. Так, ну что, я ставлю уже и ставлю уже мясо сюда. Да, можно прям в эту сковородку не заморачивать. Да, конечно, сначала один фиксер, но смешается потом. Так, маслица. Не очень много, смотрю, ты его делаешь. Ну, а зачем? Мясо, во-первых, сейчас даст сок. Ну, да. Вот, все, это у нас уже сейчас поставим на огонь, и на медленный огонь, и помешивая будем доводить до кипения. И, естественно, по вкусу подсолить надо обязательно. Вот. Так интересно. Посмотри, вот так вот мясо положил и забыл. И мешать не надо. Ну, не забыл, просто пока мешать не надо, пока оно все не станет серое и не появится здесь много бульона. Ага. Ну, это я знаю, я так уже мясо тушила, кстати, с луком, помнишь, я делала. Видишь, практически растворилась все, сметана, это, ну, что там, томатная паста, все растворилось, сейчас мы вот это ставим на медленный огонь, и оно будет медленно подогреваться. Здорово. Медленно это у нас сколько? Ну, поставь на 5, на 4, на 4, на 4, на 4. Круто. Мясо я не солила, и не пельчила. Посолим и по перку чуть позже. Угу. Немножко уже переворачиваем, потому что с одной стороны уже мясо у нас... Видишь, он уже появляется, эта пенка. Ну, мы лучше так оставим, потому что пенки будет много. Я, кстати, знаешь, что раньше делала? Мне было жалко, набиралось много вот этого бульона, вот он, видишь, пыльяется. Да-да-да. И мне было жалко, что он сейчас должен выпариться. Я брала крышку, вот так одевала, и вот этот весь бульон сливала, короче, вот в эту, в соус. И получился соус просто бомбический. А сейчас что ты так не делаешь? Ну, можем так сделать. Нет, давай делать, как ты обычно сейчас делаешь. Просто интересно, почему перестала ты так делать? Ну, потому что в основном я, как-то мне вырезка редко попадается. Я покупаю какой-нибудь там филейный край, и его тушить надо долго, да. И поэтому я еще воды не доливаю, он тушится там где-то мне 20-30 часа, прежде чем я уже все, когда это потушилось, поджарилось. Я же все потом поджариваю, когда уже выпарилась вся влага, и вот уже добавляю. И даже еще мучиться, когда уже вот все вот это выпарилось, чуть-чуть сверху насыплю, и мучиться она так в муке. Да, да, да. Вот, и она так поджаривается. Вот, сейчас вот этого сока будет много. Класс. Ммм, вкусно, классно. Прям пахнет стейком с кровью, короче. Короче, мы решили слить бульончик сюда, придерживая крышечкой. Что так будет вообще, наверное, такое. Очень вкусно, а будет подлива вот это вот. Все, сейчас мясо начнет обжариваться. Мы его начинаем солить, где соль. Тут. И перчить. Так, вот так мы его солим. Вот так мы его перчим. И припорщим главное. Ну так, кружок один хорошенько посмякали, и все. Да, и уже оно сейчас будет обжариваться. В принципе, можно добавить муки, можно не добавить. А для чего мы муки добавим? Ну, я тебе же объясню, мука обволакивает кусочек мяса, и он начинает быстрее обжариваться. Получается в такой, как бы, корочке, в панировке, я бы так сказала. Честно, ну, особо на вкус это не повлияет ни так. Кому как нравится. Я иногда стыклю, иногда не стыклю. Убрали? Извините, я указываю это делаю. Вот так. Ну, как я и представляла, так. Суть, да? Да. Все, больше не надо. М-м-м-м. Прибавим, пожалуй, соус. А то что-то он стоит. Вообще не двигается. Да, не двигается. Ну, как он уже... Ну, там много, может, еще воды у нас, потому что порция большая. И он не успевает так. Так, кстати, соус мы сейчас тоже будем солить. Вон, видишь, как быстро хорошо обжаривается. Да, все это время у нас на девятке стоит, кстати. Ну, хоть, хоть ложка. Вот, даже много, наверное. Вот, столько примерно. Ну, сейчас попробуем еще на вкус. На кончике ложки скалолы. О, оно уже, видишь, начинает гусить. Да. Существует мало, я сейчас еще западу. О, как хорошо посмотреть. Угу. Да. Вот, это корочкин. Так, стой. Так, стой. Ну, вот еще столько уже. Столько уже примерно, да? Да, ну, чуть-чуть. Ну, я думаю, каждый послушайте, пожалуйста. Знаешь, всегда можно досыпать, попробовать. Да. Лучше не перебарщивать. Потому что, если ты пересолил, ты уже не исправишь. Ну, да. Если только водой разговаривать, но это уже будет жижное слишком. Вот. А лучше не досолить, я всегда так считаю. Потому что у меня отсюда проблема с этим. Я могу пересолить, у меня этот чистенько бывает. Вот. Ну, вот, смотрите, как. Да, уже начинает. Все, он уже закипает. Видишь, какой хорошенький, да? Он все растворилось, все прекрасно. Вообще вкусно. Ох, ребята, это одно из моих самых любимых блюд. С гречкой особенно. Просто обожаю. Да, с трубами, мне кажется, самое вкусное. Ну, это шикарное блюдо. Еще картошечка-пюре. Да, с пюре тоже супер, кстати. Я вот в ресторане, когда бываю, там с пюре обычно делают. И огурчик еще кладут. Да, солененький. Да, вообще. Боюсь переворачивать, чтобы не опрызнуть ничего. Лучше так вот аккуратненько. Очень мясо вообще шикарнейшее просто. Класс. Объявиться. И с солью все в порядке. Сейчас еще буквально вот 10 минут оно кипит. И мы все выключаем. И готово? И готово, да. На соль только сейчас попробуем немножко. Господи, я всегда думала, что это так сложно. Почему я всегда про все, что мне очень вкусно, мне кажется, что это, наверное, делается просто каким-то... Когда я начинала печь торты, я тоже думала, что это очень сложно. Но когда ты это уже делаешь раз там, я не знаю... Ну, понятно, конечно, руку набиваешь. Если 25-й или 45-й, то уже это кажется так легко. Ну, да. Вот. И уже, ну, просто на автомате это происходит и очень быстро. Поэтому абсолютно с этим блюдом то же самое. Класс. Ну, получается, что... Чуть-чуть еще до солью. Прям капелечку, прям немножечко вот. Вот-вот-вот-вот прям вот стольечко. Можно, кстати, немножко... Вот на мой вкус я бы еще чуть-чуть поперчила. Но ты попробуй, если тебе так нормально, то не будем. Нет, ты можешь поперчить, в принципе. Что ты всегда делаешь вкусно. Слушай, я все люблю соленое и перченое. Я тоже. Не знаю, это вроде ничего. Ты хочешь поперчить еще? Нет, соли точно не надо. Если ты думаешь, надо, то можно еще сделать. На мой вкус надо. Я просто пока не разбираюсь. На мой вкус немножко... Во-первых, горчицы можно было положить побольше. А мне кажется, не надо больше. Нет? Прям буквально, может быть, на чуть-чуть. А мне кажется, я как раз-таки чувствую, что оно совсем не сливочное такое, а как раз-таки есть. Очень хороший соус. Все-таки чуточку я еще подсолю, поскольку что мясо... Но мясо, оно должно взять соль, понимаешь? Ну и сколько мы так чуть-чуть еще ждем? Сколько? Давай поставим на пятерку, оно сейчас закипит. И мы выключаем. Но вообще есть какая-то консистенция, до которой мы... Все идеально. Сейчас идеально, попробуй. Вот соус у нас стоял без мяса. Но он у нас же не был каким-то супер густым. То есть он был такой, можно сказать, и не совсем густой. Просто не как вода, но погуще воды. И уже тогда можно туда закидывать мясо, да? Вот если мы говорим о вырезке... Да. В данном случае у нас вырезка. Вот если, допустим, мясо другого плана, ну более жестковатое, которое надо тушить. Соответственно, соус мы ставим позже на огонь. Потому что соус переваривать ни в коем случае нельзя, пропадет вкус. Соус может стоять в холодном виде, ждать, пока потушится как следует, перетушится мясо. Я обычно доливаю воды, закрываю крышкой, чтобы уже, ну как еще называют, гуляши, да? Чтобы он был такой мягенький. Когда я уже пробую, вот вилкой мясо кусок, он тает во рту так же, как сейчас вот эта вырезка, тогда я уже ставлю соус, он быстренько начинает там закипать. Естественно, там соль, перец по вкусу. И уже туда вываливаю мясо. Сейчас уже мы выключим, потому что оно все очень быстро приготовилось. Все шикарное. Мясо классное, соус отличный получился. Ну, класс. Самый настоящий без строка машинец. Еще хотела вам показать, что у нас теперь новая посуда. Вот такая вот прикольная тарелочки. Целый комплект купили, каждого вида по шесть. Вот таких шесть, маленьких вот таких шесть. Ну, просто некоторые мы уже использовали, а не мойки. Вот туда убрала другие посуды наши. Здесь я собираю вот эти вот штучки для яиц, которые потом передаю бабушке Славы, потому что у них есть курочки, они туда яички кладут. Еще купили вот таких карелочек. Вот таких маленьких и побольше. Для всяких сырочков, рыбки, что-то такое. Еще одна большая, прям вот такая. Она тоже шла в комплекте с белыми, которые показывала. Еще взяли вот такие контейнеры классные. Они, конечно, тоже пластмассовые, но очень твердые и качественные. И сейчас у нас будет супер обед. У нас теперь тут везде есть свет. Вот красотища. Ай, какая красота. Слава поменял фильтр, теперь здесь у нас есть вода вкусная, свежая. Ну что ж, я объелась блюстрогана с гречкой, которую вчера мы делали с мамой. Я объелась так, что у меня стало плохо, потому что я, видимо, много себе положила, а у меня рука не поворачивается. Это куда-то выкинуть, еще что-то. А обратно уже не засунешь, потому что я обычно перемешиваю все с гречкой, короче, весь этот соус с мясом. Ну, короче, такая смешная. Знаете, обычно я всегда как ем? Вот я наелась, все, больше не ем. Но есть такие блюда, такие любимые блюда. Как недавно мы ходили в ресторан, кушали стейки со Славой, с картошкой фриб. И тоже стейк. Ну, мы не настолько, видимо, голодные были, не знаю. Оставалось два таких не очень больших куска, и мне было прям плохо. Я понимаю, что все уже, ну, реально некуда. Просто прям плохо мне. Но в итоге... Вив, ну ты что делаешь? Ну, в итоге кое-как я доела. Рука у меня не поворачивалась выкидывать, эти два куска оставлять точнее. Они же стоят бешеных бабок. Такие вкусные, да? Ну, чего пришла? Вивс. Из-за того, что я сегодня не выспалась, мне хочется спать. И сейчас... Что это такое? Ужасная охота спать. Прямо сейчас хочется лежать спать, либо просто лежать в телефоне. И я вот сейчас все это время, я просто как поела, на это и покушала. Ну, теперь и похимарить надо сейчас очень. И сейчас снег выпал на улице, просто зима. Началась зима. Короче, и хочется просто лежать. Я сейчас лежала в этих запрещенках во всяких, листала всякие новости какие-то. Ну, не новости, а всякие постики смотрела, на страничках у всех сидела, комментики читала. Если честно, мне настолько неинтересно стало читать все вот эти вот паблики про всех. Ну, типа, раньше всегда хотела зайти и посмотреть, интересно, что там вообще в кабалке происходит. Сейчас настолько вообще неинтересно. Ну, даже если вижу что-то, попадается, думаю, опять такая, типа, ну, как обычно, какая-нибудь чушь, какое-нибудь сумасшествие странное. Не знаю, кто-то там в пьяном угаре валяется. Все, что я хочу, это смонтировать этот влог, чтобы он завтра вышел. И лежать смотреть этот самый. Я жутко ненавижу, когда один разочек чуть-чуть не выспался, и весь день хочется спать, и весь день овощное состояние. Ну, на самом деле, дело еще в погоде. Вы бы видели, я сегодня после ресничек пошла за кофе. Взяла кофе. Точнее, сначала, да, я взяла два кофе. Один себе капучино, славя, раф. Потом я зашла в пекарню. Взяла две сосиски в тесте, два кекса. Потом я зашла заморожена. Ну, короче, у меня сегодня такой был путь. Мне кажется, я дольше-дольше шла до дома от ресниц, чем была на ресницах. Просто гигантский, какой-то долгий путь проделала. И самое тупое, что я шла безумно медленно и аккуратно, потому что, не дай бог, можно подскользнуться все во льду. На самом деле, это самое страшное время. Мне кажется, когда вот все, начинается тут снег, гололед. Вот только вот самое первое, а еще не все успели поменять шины. Мне кажется, к вечеру все-таки подрастаяло, конечно, немного. Но льда много. Вот там вот, где ходишь, вот здесь вот льда много прям. Свежо, прям морозное, свежо. Все равно я рада зиме. Ну, как сказать рада, конечно, нафиг зиму, не люблю холод, вот это все. Но все равно прикольное время. Снежочек, вот эта вот атмосфера, мандаринки. Опять Гарри Поттера пересматривать. Вообще, я хотела вам показать наш новый пылесос. Вот так выглядит наш новый пылесос. Вот так вот он выглядит интересненько. Он, кстати, нелегкий, я бы так не сказала. Он достаточно тяжелый. Конечно, он не тяжелый, прям, чтобы тяжелый, но мне кажется, что Дайсон был полегче. Одно из главных крутых преимуществ этого пылесоса, что вынимается вот эта хреновина, у него снимается вот эта ручка. Снимите, пожалуйста, помощник мой. Таким образом, он у нас становится ручным, и мы можем пропылесосить, например, в машине, еще где-либо. Круто? Видите уже, сколько в нем пыли. Кстати, знаешь, что я заметила? Не, так? Я вчера пылесосила, и я обалдела из-за того, что у него есть подсветка. Да, все видно. Видно очень сильно пыль, которую мне казалось, что такой даже и нету. Это кайф вообще. Поставь, я скажу. А автоматические здесь ролики, короче, они включаются и помогают тебе ехать. Да, они сами едут. Но, кстати, обрати внимание, ну, ты, конечно, не пылесосишь обычно так, как я, да, часто, чтобы заметить разницу. Но вот этот пылесос тяжелее. Да, он тяжелее, да. Он прям тяжелее ощущается. Ну, поэтому здесь и ролики автоматические, чтобы было... Ну, да, то есть вот эта самая часть, в принципе... А, нет, вот эта, что ли, тяжелая? Вот эта самая тяжелая, конечно. Не, ну, понятно, бак, что тяжелый, но он сам по себе, видишь, какой-то тяжелый. Здесь и бак, и это, и... Все вытеснило оттуда. Все. Несмотря на то, что пылесос классный, вчера, когда я пылесосила в ванной, я заметила минус. Обычно я могу вот так вот заходить. Боком, понял, заезжать? Боком вперед, например. Но здесь так не получается, и здесь достаточно толстый вот этот бак. И он у меня не проходит между ванной и раками. Ну, ты можешь, короче, ее снять, надеть другую насадку и... Могу, но это же, типа, время, там, энергия какая-то затрачивается. Короче, хочу включить, показать вам, как подсвечивается. О, круто! И мы видим пыль, которую мы до этого никогда не видели. Посмотрите. Оказывается, мы живем в хлеву. Это ужас. Смотрите, видите? Класс! Так что, да, пылесос, конечно, прикольный. И он даже сильно дороже стоит, чем наш тот Dyson. Но вот когда мы были в магазине, смотрели, нам сказали, что вот этот пылесос мощнее, чем Dyson. Я хочу сказать, что он реально мощный. Но по звуку есть ощущение, что как будто бы он и не мощный, но он мощный. Странно. Интересно. То есть он такой прям классный, тихий. Вот. А еще по поводу ковра, про который я вам рассказывала, сейчас я вам его покажу, потому что это тоже любопытно. Я рассказывала, что наш пылесос Dyson не справляется с тем, чтобы этот ковер нормально пропылесосить. А еще у этого пылесоса очень классная подставка с магнитом. И когда ты только его вставляешь, вот смотрите, он вставляет, прям сам его съедает. Классно. На самом деле реально классно. Мне нравится, как он выглядит. Такой стильный, минималистичный. Совсем не жалею, что это не Dyson. А по поводу наших ковров, которые в туалете и в ванной. Вот, посмотрите, я их постирала. Не 10 минут стирала, час стирала. Все. И все равно на нем остаются какие-то катышки, ворсинки, фигинки. И он, видите, из какого? Этого самого, какой ворс. И этот ворс пылесосы не берут. Даже вот этот наш новый не берет. Я не знаю, что за нафиг. Но, наверное... Короче, меня жутко бесит этот ковер. Я хочу от них избавиться в том плане, что я устала. Они постоянно в таком состоянии. Хотя он чистый, он постиранный. Что я должна с ним сделать? Расческой его расчесывать, что ли? Мне кажется, наверное, это единственный вариант. Потому что по-другому. Мне кажется, он всегда будет выглядеть вот так. Как какие-то склеившиеся непонятные грязные куски. Хотя он чистый. Но все равно, видите, не все выстирывается. Ну, короче, это ужас. Ужасный ковер. Не берите себе такие ковры. Берите более гладкие. Вот гладкие обычные ковры офигенно пылесосят. И Дайсон, и вот этот новый пылесос офигенно. А вот такое... Кстати, сегодня среда, 16 ноября. Сегодня у бабушки Славы день рождения. Мы ей уже позвонили. Поздравили, конечно же. Сейчас 7 часов вечера всего лишь. Ну, как говорится, какие-то деньки у нас активные. Какие-то не очень активные. Хотя этот влог у нас получился активный. Я гуляла на Красной площади. Мы с мамой вчера жарили, готовили вот это мясо. Супер. Просто супер. Из-за того, что я сегодня жутко не выспалась, я буду с вами прощаться. Пойду смою макияж. Демонтирую этот влог. Поставлю на загрузку, потому что он уже завтра должен выйти на сайте. И на этом я с вами прощаюсь. До следующего видео. Спасибо, что смотрели этот влог. Всех люблю, целую, внимаю. Будьте счастливы, здоровы. Всем пока.